Чёрные появились позже. Чёрные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рождённые, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооружённых людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны ещё, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Что такое? Чёрт! 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 Да что же это творится? Чёрт! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давай-давай! Теперь полноправный рейнджер! Надо будет это дело спрыснуть! А пока давай тебя экипируем! Итак, приступим! Прежде всего, противогаз! Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь! Одна пыльчила стоит! Вонит до сих пор так, хоть яйца запекай! Да и в метро есть зараженные участки! Не забудь фильтры! Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо! Но пользы от него тогда ноль! Так... А птички... Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке! Вот твой аванс за этот месяц! Не забывай! Зарплату мы получаем армейскими патронами! Конечно, ими можно стрелять! Бьют они больно! Но лучше все же приберечь! Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение! Ага! Отлично! Теперь самое интересное! Пушки! Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире! Проверка мишеней! Омерзительно! Вы что, специально? Обычно рейнджеры носят по три слова! И выбор их зависит только от тебя, Артем! Я сегодня все пристрелял сам! Будете у меня до подсинения тренироваться! На исходную! Заряжай! Согон! Оперед! Согон! Лучше дробовика в ближнем бою ничего нет! Главное не пытайся издалека стрелять! я столкнусь лёгкий и скорострельный и сколько патронов осталось? сразу видно правда, перекрывается быстро и... ладно, теперь отправляйся в Дион и попробуй выбранное оружие в дереве если захочешь посмотреть что-то ещё возвращайся а вот этой красавице придачу нужно что-то для ближнего боя зато на расстоянии линтовки незаменимы огонь! Артём пытай-ка оставить все пушки попробуй выстрелить центр груди обычного манекена положить оружие молодец а теперь стрельни по бронированному манекену улавливаешь разницу хочу пробить много патронов надо так что смотри если попадутся значит враг бронирован попробуй выстречить голову вот уж попал так попал чувствуешь разницу? ну, вроде бы основу ты усвоил можешь потренироваться еще или отправляться к смирнику за заданием стой разрезай положите оружие Удачи! Слышали сегодня приказы нашим микробором? Объект чистый. Та часть, где мы сейчас точно замеряли. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Чё-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и в подсушных случайно. А это что-то такое? Полковник Мельник запретил покидать обследованные зоны. Вчера разведгруппа пропала в одном из боковых туннелей. Последние 500 лет и поговорить-то не с кем. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чём это? У ребят из охранной лаборатории спросил. Чёрт! Что он там уже натворил? Открываю! Ладно, пошли. В гробницы повелителей древности клали всё, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жён и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи? Те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых. И богатство несметное. Похоже ведь, правда? Вот только ограбители и макил, а все времена ждали проклятия. Хам, ты заткнёшься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! А чёрт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Всё разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого нераскалённую арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы Д-6 взяли. Нас сколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты во всей линии. Особенно те, чтоб красный и фашистов... Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня причастие. Герман, эти Кмельников в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом без вас. Артём, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер – лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали. Повторите. На вас напали. Так. Артём. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный – худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник. Чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт с Чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди Чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить Чёрного. Что? Да как вы… Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, Чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что застыл, кролик? Давай за мной! Артём, скажу прямо. Чёрные тебя чувствуют, так? И не забудьте контрольный! Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваши задачи не проводить в обе. Он застаёт украденный... Ещё скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в головы и управляли нами, как марионетками? Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаём монорельс. Да, кролик, заскакивай. Всё, кролик, это место тебя исчерпало. Спасибо за просмотр!